Обнимательное заклинание! Зажималус в тюрис! Всем привет! Я Даша! И сегодня у нас с вами такой вот тег «Начало учебнический». В общем, не знаю, как у вас, а у меня цикл книг о Гарри Поттере напоминает о начале учёбы, а начало учёбы напоминает мне об этом цикле книг. И я подумала, а что, если придумать тег на основании заклинаний из Гарри Поттера? Тем более, пора подходящая, начало учебного года, с чем всех поздравляю, ну или примите мои соболезнования, в зависимости от вашего отношения к этому. И у меня здесь, ой, сейчас подниму вот такая стаканция книг, которую я подготовила, чтобы ответить на все вопросы. И, ой, я в первый раз придумала тег. Я до этого тоже придумала, но снимать не стала. А в этот раз как бы и придумала, и решилась, так сказать. Так что я немножко волнуюсь, вы меня сильно столько не судите. Я припомнила заклинания из Гарри Поттера, подобрала под эти заклинания подходящие по тематике книги. И когда категория книг, надо подобрать уже, соответственно, книгу. Большое упражнение за тавтологию. У этого тега есть одно правило. Ни одна книга не должна быть из Паттолианы. Вот такое у вас странное правило. Если честно, передо мной было очень сильное искушение одну книжку все-таки оттуда взять. Потому что мне было трудно подобрать, но я удержалась. Начнем. Первое наше взглянание. Закрятие умножения. Все, чего вы коснетесь, умножится. Это взглянание создает дубликат. И нам нужна книга, которая есть в двух экземплярах вашей личной библиотеки. Не обязательно в одинаковом издании. Можно и в разных. Главное, чтобы... Ну, по сути, это была одна и та же книга. У меня таких много. Потому что библиотека большая. Под две с половиной тысяч книг. И можно было забыть, что что-то уже есть и приобрести. Поэтому у меня таких книг много. Но я вам покажу мою любимую инцу Фрэнсис Элизабет Бернетт. Она у меня есть в двух изданиях. Вот в таком. Была когда-то бумажная обложка сверху, но она была утеряна. И я ее сама нашла, когда-то в магазине. Сказала, хочу. Мне ее купили. Потом уже родители вот в таком издании. Это маленькая принцесса. Сара. Господи, Сара. Добрая Сара. Следующее заклинание. Там Иль-Или. Иль-Или. Всем известны вообще заклинания. Очень часто используются в Патриане. Для заклинания нам нужна книга с Патрианными ходами. Или с какими-то тайными помещениями секретными. И для этого заклинания я подобрала книгу, в которой у меня есть только ретро в варианте, к сожалению. Это Граф Монте-Кристо Дюма. Там есть сокровище, которое спрятано в пещере. И очень подходит, как мне кажется. Сюда же можно Тому Сойера еще приписать. Сорок разбойников Ильи Бабара. И так далее. Последующее заклинание у меня тоже. Книги, которые у меня нет в натуральном виде. К сожалению. Заклинание. Это заклинание вызвало воды. Нам нужны книги, где водная стихия играет сама по себе значительную роль. И у меня есть целые две таких книги. Это «Яхина. Дети мои» и «Пока течет река» Дианы Сеттерфитт. В первом варианте действия разорачиваются в гуглоге. А во втором варианте «Вакоктемзе». Следующее заклинание. «Веселящий чар». Сюда же подходит заклинание «Ридикулос», который превращает Бократа в посмешище. Ридикулос! Нам нужны книги, над которыми мы смеемся прямо в голосе. В общем, я долго думала, никак не могла ничего вспомнить. И взяла результат, остановила свой выбор на Андрея Белянине и его «Багдадском горе». Перлы, которые здесь находятся, это что-то с чем-то. А уже сдобренное особым таким восточным колоритом, восточным стилем, непревзойденное сочетание. Я рекомендую. Вот, например, как вам такой перл? Ну, не восточный, но просто пример мы привести. «Бесцензурная ложь – это сестра от редактированной правды». Подпись «Главная заповедь журналиста». И вот, например, «На чужой гарем штаны не разевай». Подпись «Табличка при входе». На следующее заклинание тоже там «Иль-Или». «Ешь слизней» и сюда же подходит «Загляние вызовы змей». И тут нам нужны книги, где есть слизни, червяки, ползающие какие-то вот эти вот не очень приятные, особенно для дам, насекомые, а также змеи. Я долго тупила. Вот сюда я хотела взять книгу из Гарри Поттера «Тайная комната подошла бы шикарно». Ну и нельзя. Я подумала, может, это «Лики-Тики-Таки»? Это сказка о том, как жил злобная змеюка, которая всем вредила ее мангуст по имени «Лики-Тики-Таки». Ну, вступил с ней в боль. Ну, как-то мне захотелось что-то более современного, которое я читала не так давно. Ну, думала я, думала, 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 никак не могла придумать, а потом вспомнила. Дмитрия Емица, Таня Гроттер. Первая книга, там действительно пародия на Гарри Поттера, но чем дальше и дальше мы уходили от первой книги, там больше десяти их. Тем более независимо становился цирк. Как там все забавно, я нарыла файл. Зацените. Обнимательное заклинание. Зажималус в тюрис. Какое учреждение занимается контролем приворотной магии? Министерство здравоохмурения. Какао вам? Так вот, в цикле этих книг есть книга, которая называется Таня Гроттер и полная тайна золотой пиявки. И эта золотая пиявка играет далеко не последнюю роль в этой книге. В общем, для этого заклинания я остановила свой выбор на этой книге. Следующее заклинание. Оно заставляет двигаться к каменной статуе. И нам нужна книга, где есть элемент статуи или сама статуя. Неважно, двигается она или нет. И я все-таки выбрала. Я могла бы, конечно, выбрать Таня, где есть Горгулья. Но я решила выбрать другую книгу. Ну, Даша без Волкодава – это не Даша. Волкодав. Право на поединок. По сюжету книги главный герой, сам Волкодав, со своим другом и сиротой, мальчиком, который он взял свою опеку, он взялся его отвезти на родину его родителей. Для этого его нужно переправить через море, на другие земли. Корабль терпит крушение. Они их выкидывают за парк, потому что считают, что они навлекли шторм. И они умудряются спастись в каком-то, так, не то городе, ну, что-то вроде этого. Просыпаются. Ну, это было ночью. Они там приночевали. А утром видят, а это не просто там, вот, вот, это статуя-всадник. О нем ходит легенда определенная. И считается, что он дохраняет путников гаволитом. И оказывается, что берег, он вот буквально, ну, чуть-чуть до него. И когда они выбираются на тот берег, оглядываются, а всадника уже нет. Мистер Али у нас. Мор-мор-да! Кает в небо, черную метку. Нам нужна книга, где у какого-нибудь персонажа есть татуировка. Неважно, временная или постоянная. И мы выбрали Павел на книге Сеселия Ахерн. Клеймо. И его продолжение. Идеал. Здесь люди, которые считаются, что у них моральное качество, ну, так себе, не очень. Например, муж изменил жене. Или что-то еще. Ставится клеймо на тело человека. Значит, за неверное решение клеймо на виске. Залошенное в языке. За попытку обокрасти общество на правой ладони. За измену трибуналу, который выносит решение. Клеймо на груди, там, где сердце. За то, что не шел в ногу с общества на подошве правой ноги. За клеймо он наносит рукавные вязки с красной буквой П. И не смеет ее снимать. Сегодня рекомендую для чтения. Крайне занимательное чтило. Далее. Финитый инкандатор. Снимает действия заговоров и чара. Нам нужны книги, где персонажи, врачи. Я покажу сразу из-за две, потому что здесь автор один. Михаил Булгаков, который сам был врачом когда-то. Одна книга – это, конечно же, его собачье сердце. И вторая книга – здесь есть рассказы. Такие как записки юного врача, необыкновенные приключения доктора, ну и прочее. И, наконец, последнее заклинание. Необратимо спиртоносное заклинание. Нам нужна книга, где сюжет вертится вокруг убийства. Я выбрала Стивена Кинга и его книгу «Чулужак». Убийствами просто некуда. На этом все. Мои чудесные девять заклинаний закончились. Но я надеюсь, что вам понравилось. Подхватывайте этот тег. Снимайте видео. Если вы не хотите снимать видео, пишите свои ответы в комментариях. Буду очень рада почитать. И на сегодня все. Всем пока. До скорых дней.